Девушки отдыхают 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 все очень рационально. Пожар? Можно с иконами над лесом пролететь? В небе над Алтаем провели воздушный крестный ход. Образование хромает? Экстренно вызвать батюшку в пятый Б. Вот дневничок школьницы. В нем объявление о обязательном освещении учеников и школы на новый учебный год. Освещение проходит в учебное время. И если девочка не из мусульманской семьи, то получит прогул. А ежели какие холопы противиться вздумают и ладан нюхать не хотят значит нужно казаков звать. Шутка ли? Враги народа найдены. Так например случилось в одной из российских школ, где родители не захотели пускать папа к детям. Когда молебен отменили священник не проволчал. Он назвал отказавшихся от молебна родителей сектантами. В итоге пригорело у половины страны. Ух проклятые сектанты! Верещал на диване патриот Ваня. Священник им в школе не такой. А потом вырастает вместо скрепного патриота украдиверсант. Но честное слово надо таких мам и пап родительских прав лишать. А дети пущай в юнармию с пятого класса дуют. Они исходят из того, что кто не с нами тот против нас. На этих людях надо ставить штампик, чтобы другим было неповадно. Они бунтовщики или они берут американские деньги или они молятся сектантскому богу. Следующий этап это объявить их еретиками или врагами народа. Закрывая тему церкви, как важного звена пропаганды и прокачки мозгов, нельзя не отметить несколько важных факторов. Но, во-первых, очень странно видеть, как вся эта показная набожность совмещается, например, с расстрелами людей ради забавы. Подвергнуть смертной казни через расстрел с конфискацией всего имущества. Вы чё, блин! Бай, 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 бай! Или, внимание, конкурсами палачей. Вели собственным палачом один костюм есть через год. Надеемся, человек 10 будет. Мы поначалу на слух даже не поверили и подумали, что прошёл конкурс с потлачей. Но, в смысле, группа Ария в условный Тагил приехала. Но картинка не оставляла сомнений. Хорошо хоть на тыквах, а не на животных, как это делал бравый воин Новороссии по фамилии Мельчаков. Потому как нормальному человеку просто непонятно, как их показная скрепность и духовность уживается вот с этим вот всем. На, помост! Палач! Готов умереть! При этом нельзя сказать, что стране, где на любом перекрёстке может случиться лобовое столкновение четырёх крестных ходов, как-то везёт. Вернее, что им Бог помогает. Скорее, наоборот, пожары, наводнения, радиация после взрыва ракеты. Росгидрометцентр через шесть дней после инцидента сообщил, в день испытаний 8 августа зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 16 раз. А теперь ещё и целая авоська страшных вирусов, которые вполне себе могли выбраться наружу. Главный вопрос, который беспокоит, наверное, всех, это состояние лабораторий, в которых находятся штаммы опасных вирусов. То, что в таких лабораториях явно не плюшками балуются, наверное, рассказывать не нужно, да? Там находится одна из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, натуральные оспы и других. Про бактериологическое оружие и работу над вирусами-мутантами это не мы придумали. Здесь собрана уникальная коллекция, хранят вирус натуральной оспы. Вторая подобная лаборатория есть только в США. На векторе разработаны вакцины против кори, гепатита А, лихорадки Эбола. И вот в такой специфической богадельне случается пожар. Что же делают власти? Наверное, поднимают тревогу, эвакуируют людей? Да как бы не так. Тактика ровно та же, что и после взрыва буревестника. Все действительно под контролем и никакой угрозы для окружающих и каких-то геологических угроз. Но тут же нет. Отставить панику, все под контролем, царь никого в обиду не даст. Напомним, ровно после таких же слов с месяц назад радиоактивное облако ушло вглубь России. Предполагаемое облако, возможно, радиоактивных частиц прошло над почти всей центральной частью России. Ну а что федеральные каналы? Наверное, собрались студии по Новосибирску. Да как бы не так. Все методички прописаны еще на выходных. Некие беспилотники наносят удар по Саудовской Аравии. Бомбежка нефтяных промыслов. Соединенные Штаты во всем обвиняют Иран. Иран все отрицает. Ситуация напряженная. Атака на саудовские нефтяные объекты вызвала панику на рынках. Мировой рынок потерял 5%. Скобеева замутила два свежака об Украине. Новый министр образования заявила, что нужно немедленно вымороть из всех школьных учебников упоминание России. На Украине падает потребление газа. Все больше дрова используют. Оно и понятно. Послушать визги ряженых это ж куда важнее здоровья людей. И это ж не какое-то исключение из правил. Нет. Чтобы не случилась, огромная страна с подачей телевизора живет чужими проблемами. Сама нынешняя Британия как никогда ранее близка к развалу. Как говорится, доставай Никитич на нычку, будем за развал Великобритании пить. Брекзит без сделки может обернуться для Великобритании катастрофой. И как же хорошо им на душе, когда кому-то плохо. Белова вон даже шутейки про Мишкина с Чапигой замутила. Ну вообще, конечно, патовая ситуация складывается в Соединенном Королевстве. С одной стороны, страшная Россия, Скрипали, бороздящие просторы острова, неуловимый Петров и Баширов. Ну да, массовое отравление людей. Это же отличная тема для шуток. Кстати, а где там сейчас любители Солберецкого шпиля? Слабо снять сюжет о мирной жизни этих якобы двух бизнесменов. Мы предприниматели средней руки. Как ваш бизнес с Европой стыкуется? Ну именно по спортивному питанию. А то нехорошо получилось. Обещали всем фотографии показать и пропали. А народ уже и забыл. Вопросов никто не задает. Все страшно каннибализмом в Гейропе обеспокоены. Из Швеции признанного флагмана мирового либерализма прозвучал призыв к людоедству. Нет, не в переносном смысле, а в буквальном. Просто, чтобы вы понимали уровень. Вот вы можете себе представить, чтобы огромный канал в США в главных новостях недели хренову прорву времени обсуждал примерно такие же теории дружка Малышевой. Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину. Это невозможно себе представить, потому как этого просто не может быть. А тут лютый трэш, хавайся, раздевайся, Европа обречена, люди готовы поедать друг друга. Включить в рацион человечину на шведском гастросаммите призвал профессор Стокгольмской школы экономики. И вот сидят миллионы мам и бабушек у телевизоров и охают. Вам кусочек носа, ухо покрустеть хрящиком, может запеченную женскую грудь или прямо с гриля ребрышки человечие поглодать. Охают не от уровня жизни в России и не от того, что такие же бабушки сами чинят дороги. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы такое делаете? Ремонтирую дорогу. Это ямочный ремонт, да, такой. Охают не от взрыва ракеты с ядерным движком и не от вирусов из сгоревшей лаборатории. Все ой, как заняты каннибализмом в Европе. И знаете, о каннибализме, пожалуй, все же стоит поговорить, потому как вот эти товарищи просто съели ваш мозг, россияне. Если не у всех, то у многих. Очень у многих. по-моему, 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 по-моему. Продолжение следует...